приветствую вас мощнолитие африканские ели с вами федорович если человек вам говорит что потерял голос значит он стопроцентно врет как и спортсмен который рассказывает что все зависит от трудолюбия ведь очень многое зависит не только от того сколько пота на тренировках ты пролил какую генетику унаследовал и каким талантом тебя наделила матушка природа но и от уровня твоей удачи и в этом видео я вам это докажу бывают люди у которых мозгов кот наплакал а амбиций как слон наложил а бывают спортсмены действия которых объяснить невозможно прямо как самую невероятную дисквалификацию в дзюдо когда посреди схватки у борца выпал смартфон как а главное зачем он его брал на ковер это загадка века блондинка она и в африке блондинка и за рулем и в спорте мне только непонятно почему мужик продолжал бежать на полном ходу он же все видел перед собой а у вас есть предположение самоверенность это хорошо но уверенность в себе лучше особенно когда перед ответственным подходом выпиваешь прошлогодний протеинчик а вес заказываешь больше чем можешь поднять если человек в прошлой жизни был туземным охотником то никакие скандинавские корни это не сотрут именно поэтому луканен стал финским метателем копья и все-таки подстрелил рефери получив огромный лайк от соплеменников есть финансово независимые люди у которых и финансов нет и зависимости к ним а на олимпийских играх выступают лучшие люди но у этого прыгуна явно выдался плохой день ведь воду он плюхнулся как человек пельмень в соседский бассейн веселые находчивые всегда ждут когда грустное что-то потеряю а канадский спортсмен точно не ждал такой подставы от уборщика дяди васи который ровно в 12 00 пошел на обед с припрятанной чекушкой и оставил рабочий инструмент там где не до убирал осрамиться может каждый но не каждый это может сделать ярко и на весь мир но эта спортсменка потерявшая парик во время прыжка просто чемпионка у у каждого человека есть надежный друг который всегда сделает все дела и начнет новую жизнь а зовут его завтра а каждый спортсмен должен сражаться до конца ибо его соперник будучи на первом месте может допустить ошибку и просрать золото олимпийских игр как джейкоб бэлес в 2006 году бег с препятствиями всегда считал со сложной дисциплиной поэтому до уровня олимпийских игр доходят только самые ловкие быстрые и опытные спортсмены прямо как джеффри который умудрился сбить самую первую преграду как джеб как слеза мигелу не поможешь но когда ты вместо грациозного и чемпионского прыжка роешь носом песок и позоришься по национальному телевидению это единственное что остается у всех бывают провалы но когда они случаются на самых ответственных соревнованиях в жизни пора варить суп из голубки удачи на олимпийских играх в 2016 году красавица-гимнастка все сделала как нужно кроме финальной точки которая пришлась на голову ну ничего теперь она хоть честно скажет мужу что у нее болит голова и ничего сегодня не будет иногда наши ошибки очень дорого нам обходятся особенно спортсменам мать ясштейнер на олимпиаде в 2012 году не смог завершить свой подход и нанес себе очень серьезную травму шеи решительность это одно из главных качеств спортсмена но когда страшно ну его этот спорт ведь решительность можно проявить не только там любые проблемы может решить позитивный настрой это доказала фигуристка которая видать начала праздновать новый год в гримёрке что привело к крушению декораций но не сокрушила ее праздничное настроение что можно сделать чтобы не облажаться на соревнованиях покалечить себя еще до старта и обвинить во всем организаторов прямо как этот японский фигурист на сочинской олимпиаде не стоит портить людям их плохое настроение как и принуждать бедное животное исполнять прихоти наездника ведь коня кони воробей вломит не отобьешься фигурное катание это настоящее искусство которое эти ребята возвели в ранг невероятной зрелищности на зимних олимпийских играх 2018 года у красавицы спортсменки слезла с одной груди платье но она даже не обращала на это внимание продолжая свое уже феерическое выступление с обнаженной грудью которую строгий youtube не дает вам показать конечно мужики судьи накинули и пару баллов но старухи в жюри точно сняли очки за такое непотребство не смотря ни на что у нас есть стабильный постоянный и всенародный праздник пятница а благодаря чему хоккейный вратарь может провалиться под лед я даже не знаю разве что это отлично сделанный пранк на самом деле жизнь проста но мы настойчиво ее усложняем как и гимнастика нужно просто прыгнуть и приземлиться на ноги но спортсменки настойчиво продолжают приземляться лицом лидировать еще не значит победить особенно когда твой преследователь и страшный человек который на дно тянет всех кто рядом и готов на все чтобы не дать победить другому если тебе плюют в спину значит ты идешь впереди а если ты лежишь с палкой между ног значит тебе повезло или не повезло это смотря как посмотреть многие считают бобслей скучным видом спорта а все потому что они не видели как натирают перед стартом обувь и как трещит по швам костюм бобслей истки на прокачанной попке подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соц сетях а в комментах напишите какой момент вы бы превзошли а поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к армии а если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видео курсы также по ссылкам в описании и обязательно подпишитесь на телеграм-группу движуха с федоровичем также по ссылкам в описании благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках и к защита то вы любого человека вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот когда достать понимаете не напрягаясь как бы не отходит из этого образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отбиваться соответственно и не следующее это いただка вот и Продолжение следует...